Продолжение следует... Продолжение следует... И, как сказал Чарльз Дарвин, вызывает не самый сильный, даже не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Наши предки не такие катаклизмы переживали, поэтому наше дело — это сосредоточиться на том, что сейчас действительно важно. Как выжить в условиях глобальных изменений? Как говорится, мой дом — моя крепость. Поэтому первое, на что мы обратили внимание, — это качество и функциональность наших домов, нашего жилья. Мы поняли, что то, к чему мы стремились раньше, то есть покупать и строить отдельные индивидуальные жилища, больше не имеет смысла. Потому что даже если такой дом и приспособлен к катаклизмам, одному человеку или одному семейству не удастся выжить. Для этого нужен коллектив, команда и специально разработанная и оснащенная территория. То есть это не один дом, это поселение, дорогие мои. Это поселение, которое мы называем новым словом Ордекс. Почему новое слово? Потому что поселений таких еще никогда не было. Это совершенно новая концепция. И, на наш взгляд, это единственная устойчивая концепция. Что значит устойчивая? Устойчивая к катаклизмам, к природным грядущим изменениям, к общественным, социальным изменениям. То есть ко всему тому, что меняется у нас на глазах. К этому и приспособлен Ордекс. В Ордексе есть место всем. В Ордексе выживание основано не только на постройках и инфраструктуре определенного дизайна, но и на восстановление духовного, физического, ментального здоровья и возможности перекачивать средства из старого мира в новый мир. Потому что старый мир все равно распадется. И как бы горько это не было принять, но большинство из нас все равно не выживет. Выживут только те, кто успеет приспособиться, подготовиться. Времени у нас не очень много, но оно еще есть, если повезет. Потому что людям в Германии и Бельгии, например, которые жили в зоне наводнения, уже не повезло. Они уже опоздали. Их дома не были приспособлены к подобным мега-катаклизмам. Когда вода поднялась на 6 метров и понеслась бешеным потоком. Учитывая эти события, Благомир разработал концепцию поселения, которое приспособлено как к наводнению, так и к засухе. Как к землетрясению, так и к извержению вулкана. Не знаю, можно ли пережить движение тектонических плит или падение метеорита, но мы будем очень стараться. Время сосредоточиться на себе. Люди серьезные, которые настроены на выживание своих детей, своего рода, не затягивайте, рассматривайте все варианты. Не обязательно выбирать Благомир, ищите, может быть, есть другие варианты. Используйте свою логику, интеллект, а главное, свою интуицию. Чувствуйте тех людей, которые выживут, которые конструктивны, которые что-то строят. Чувствуйте их. Вы это можете. Люди, которые погрязли в негативе, которые готовятся к так называемой войне, это люди-воины старого мира, которые все равно уже распадаются на части, на фракталы. Так вот, организовывайте свой фрактал или присоединяйтесь к уже существующему фракталу, например, к Благомиру. Особенно это относится к жителям городов. Города пострадают первыми, потому что город полностью зависит от центрального энергоснабжения, центрального водоснабжения, центрального отопления, централизованного снабжения продуктами. Давайте задумаемся, что будет, если с центром что-то случится. Что мы будем делать в наших квартирах? Сидеть и думать, как жаль, что мы вовремя не перекачали свои ресурсы. Пусть они даже скромные. Главное, что у вас есть, это даже не финансовые ресурсы, это вы сами, потому что вы можете очень многое. Вы можете строить, готовить, сеять и собирать урожай, учить и воспитывать детей, заниматься пожилыми людьми, наслаждаться жизнью, создавать позитивный настрой. Вы можете очень многое. Верьте в себя. У вас бесконечный потенциал. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь перекачивать свои даже самые скромные ресурсы из старого мира в новый. Только делайте это грамотно. Россия – это огромная страна, что если где-то случилось наводнение, это кажется далеко, и может быть даже неправда, и может быть все подстроено глобалистами. На самом деле, когда находишься в эпицентре катаклизма, как я находилась в эпицентре, то подобные вопросы вообще не возникают. Возникает только один вопрос – как спастись? Мы работаем исключительно с теми учеными, предсказания которых с точностью сбываются. И так я повторюсь, выжить одному или одной семьей будет практически невозможно. Выживать будут только хорошо организованные, подготовленные поселения. Каждый жилец из которого будет четко знать свою роль и задачу, который будет готов ко всем сценариям. Под подготовкой подразумевается не только физическое как-то специальное сооружение, но и ментальная, моральная подготовка. Социально-общественные инновации выйдут на первое место. Чтобы выжить, надо, во-первых, внимательно посмотреть на наше прошлое, потому что наши предки, наши пращуры пережили ни один катаклизм и ни одно изменение климата, вспомним ледниковый период. Поэтому очень важно учесть их опыт. В то же время необходимо учесть все достижения и инновации нашей цивилизации, потому что все происходит неспроста. Это результат эволюционного развития человечества. Человечество не вымерет как таковое, как оно не вымерло за 2 миллиона лет. Несмотря на метеориты, всемирные потопы, сдвижение пластов Земли, каким-то образом они выжили. Это даже способствовало эволюционному развитию человечества. Эволюция происходит скачками, как вы знаете. На данный момент человечество находится в процессе активных мутаций на уровне клетки, на уровне митохондрии. Митохондрия еще называется геном Евы, то есть это женское начало. Под женским началом подразумевается природное, первичное начало. Это круглые овальные формы, целостность, циркулярность, рециклинг, децентрализация, семейственность, природосообразность. Все это будет с каждым днем становиться все более актуальным. Поэтому вспоминаем мать природа, но ни в коем случае не забываем мужское начало. Интеллект, рацио, то есть все достижения нашей цивилизации за последние 6 тысяч лет нужно брать с собой, продолжать их развивать, совершенствовать и гармонизировать с природным женским началом. Поэтому заниматься постройкой индивидуальных домов – это, по нашему мнению, пустая трата времени и ресурсов. Нам видится более целесообразным вкладывать свои силы и ресурсы в коллективные, как мы говорим, ордексианские проекты. Организация Ордекса – это целая наука. Занимаемся мы ей уже непрерывно 10 лет, и только сейчас мы вышли на практическую реализацию. То есть подготовка проведена, знания собраны. Как же вовремя мы тогда начали. К счастью, интуиция нас не подвела. Уже разработана платформа, есть площадка, фокусная группа, подрядчик. Следите за этим каналом, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, где будут осуществляться поселения Ордекса, если с вами резонирует вышесказанное, конечно. Мы будем постепенно выкладывать как теоретическую, так и практическую информацию по проекту. В заключении прошу и призываю не обращать внимания на то, что видео на этом канале публикуются на нескольких языках, потому что проект международный. Мы используем инновации, которые разрабатываются в разных странах. Мы эти инновации отслеживаем, проверяем. И только самые устойчивые технологии, как лоу-тек, так и хай-тек, становятся частью Ордекса. До новых встреч на этом канале.